Что есть любовь? Она цветку подобна или жалу? И почему ее всегда так мало? И хочется все больше вновь и вновь? Наверное, она уже внутри, как кровь. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели Народного Славянского радио. Сегодня с вами Елона Стоянова. Рядом со мной находится ведущая, певица Елислава. Здраво будьте, други! Да, Елислава, я хочу сегодня с тобой поговорить о взаимоотношениях мужчины и женщины. Я напомню нашим зрителям о том, что совершенно недавно у нас была еще одна такая передача. Мы ее снимали с Ладой и Дуней. И речь мне шла о том, как сохранить отношения. Сегодня же я хочу с тобой поговорить о том, какого мужчину хочет видеть рядом с собой женщина. Я объясню, почему я такую тему выбираю. У нас в последнее время в интернете очень много пестрит сообщений о том, какой должна быть женщина. Или что нужно сделать для того, чтобы мужчина был счастлив. Как себя женщина должна вести, какую одежду носить, как обращаться с мужчиной. Это все правильно, но у нас нет ни сообщений, ни видеороликов о том, чего же хочет на самом деле женщина. Какого мужчину он хочет видеть рядом с собой, чтобы она была счастлива. И были счастливы ее дети. Вообще, что нужно сделать для того, чтобы были счастливы, гармоничные отношения в семье. Как ты думаешь, Велислава, давай, я думаю, твой какой-то ответ. Твои рассуждения на эту тему и, возможно, исследования нам помогут разобраться в этом нелегком вопросе. Давай. Я давно хотела на самом деле поговорить именно на эту тему. Я сейчас подозреваю, что после нашей программы очередной будет такой шквал, возможно, негативных эмоций со стороны мужчин. Тех мужчин, которые в жизни никак себя не реализовали, в жизни себя никак, ничего из себя не представляют. И, конечно, шквал аплодисментов от мужчин, которые реализовали себя, у которых хорошие семьи, и которые по-настоящему любят своих женщин. Потому что если будет счастлива женщина, мужчина будет богом для нее. Есть хорошие разные пословицы разных стран. Есть, допустим, русская пословица. Счастливая женщина, молчаливая женщина. Потому что она не упрекает мужа, потому что у нее все есть. Потому что она счастлива, ее слышат, ее любят. Потому что само состояние счастья не требует словесных затрат. Да, никаких условий не требует. Да, и не требует никаких условий. Потом есть очень красивое выражение. Мир у ног женщины. Понимаете, вот насколько вот эти метафоры, они возвышают женщину, делают ее богиней действительно. А разве может быть богиней не бог? Да, все верно. А если мы сейчас навешаем кучу ярлыков на женщин, что она должна делать это, должна делать это, не должна делать это, не должна делать это. Целый список. Я сегодня, собираясь на программу с тобой, разговаривала, переписывалась в интернете с очередным поклонником моего творчества, который мне сказал, Велеслава, я так хочу познакомиться с хорошей хозяйственной девушкой, вот чтобы она была хозяйственная, чтобы у нее руки золотые, чтобы... А я говорю, хорошо, а что ты готов дать этой женщине-то? Он так возгласился. А как у меня есть дом, хозяйство, вот у меня есть, а ты тут работай. Дорогие мои мужчины, вы сначала определитесь, вы рабыню хотите или жену? Вы хотите домработницу, сексуального партнера, мать ваших детей. Ведь это все-все-все-все-все в одной женщине на пять с плюсом никогда не уживется. Вот никогда, точно так же, как в вас не уживется хозяйственный, богатый при этом, щедрый. Это все сказки и миф, понимаете? Надо с чем-то бериться. Если вы берете в жены красивую городскую женщину, то будьте готовы к тому, что ей захочется пойти сходить в музей, ей захочется пойти сходить в театр. Не надо ее волочь при этом куда-то в деревню и говорить, что вот теперь здесь наша стойла. Понимаете, она не корова, она воспитана немножко по-другому. А если вы хотите взять себе в жены девушку, которая следила бы за вашим хозяйством, ищите в деревне. Тогда миритесь с тем, что она не так образована, не так ухаживает за собой, как вам хотелось. Потому что вот все-все-все в одном, взять, допустим, прекрасную тебя или прекрасную меня, и сейчас закрыть в коровнике с коровами и десятью детьми, труд на следующий день, понимаете? Никак иначе. Вот. Поэтому давайте будем сериалистами. Мы хотим видеть рядом с собой кого. Вот от этого будем исходить. А что для того, чтобы женщина была счастлива, надо? Вот знаете, на самом деле очень мало. Итак, для того, чтобы женщина была счастливой, какой же мужчина ей нужен? Во-первых, мужчина, который не будет с ней состязаться на ринге. Это раз. Потому что зачастую мужчины нас упрекают в том, что мы сильные, мы можем все сами. Будьте послабее, мы вас тут же полюбим и будем носить на руках. Вот опять-таки вопрос. Зачем сильной женщине слабо мужчина? Не проще ли мужчине себя воспитать, сделать себя богатырем до самого начала? Посвятить этому какое-то время? Походить в спортзал, почитать книги умные, походить на лекции на какие-то, прежде чем в койку-то ложиться и семью заводить. Немножко умом-то повырасти. Раньше хорошая традиция была. Они допускали мужчин до женщин почти до тридцатника. Потому что ума нет, понимаете? Ума нет до этого времени. Пожалуйста, поменьше претензий к женщинам. Вы хотите, чтобы мы тащили всю семью на своих плечах, но при этом босые, беременные на кухне. Это совершенно несовместимые вещи. То, что навязывает так называемые, в кавычках, ведические знания, это вообще, я считаю, зловреднейшая наука для всех наших русских женщин. Мы другие. Тут, скорее всего, идет речь о тех индийских ведах, которые нам везде позиционируются за истину, которая должна быть именима на территории нашей Руси-матушки. Потому что я, например, знаю, что на Руси к женщине относились с уважением. Ее любили. И супруг, он любил свою супругу как богиню. И вот эта богиня его супруга любила его как бога. Они друг о друге заботились, помогали друг другу. То есть в первую очередь было не сколько хозяйство, дом, быт содержать. Это, конечно, безусловно. Но, тем не менее, была потребность в душе. В душе человека, с которым вы вместе растете, живете, поднимаетесь на какие-то высоты, духовные высоты. Но все, конечно, зависит от того, как у варной перенадлежности люди относились. Но, тем не менее, не было потребительства, типа того, как написано, что женщина должна сесть на ногах мужчины. Давайте начнем с того, что было все иначе. Вот, знаете, есть такая хорошая руна. Перд – это то, когда вот по-другому все. Это такая инициация. Это то, что никогда не будет уже так. Это все перевернулось. Вот наш мир сейчас перевернут. Из-за глобальной доступности всего то отношений, секса, каких-то, знаете, отношений встретился просто, разбежался. Вот из-за этого происходит перенасыщение. Понимаете? И человек, он уже не может смотреть образно. Он начинает уже смотреть на какие-то мелочные качества. Он уже начинает потребительски относиться или к мужчине, или к женщине. Откатимся немножко назад, как говорится. Не надо далеко ходить. Еще каких-то всего 50 или 70 лет назад наши бабушки, наши мамы там, они выходили, как правило, замуж один раз и на всю жизнь. Мы об этом все знаем, слышали. Повторяться не буду. А жили как-то очень, по нашим меркам, скучно. Потому что семья, дом, работа максимум. А вообще семья, все время семья и дом, и вот редкие выезды. Ведь не было вот такой, знаете, глобализации. Весь мир не был открыт. Очень много было закрытых стран. Даже закрытых стран. Япония у нас еще до 19 века была полностью закрытой страной. Туда даже проникнуть иностранцам нельзя было. И на Руси то же самое. Часто сейчас слышим от девушек. Нарожали, плачем. Почему? Потому что, если мы возьмем Русь, даже не средневековая, а вот довоенную, скажем, дореволюционную, жили большими семьями. Если это богатые люди, у них были гувернанты, у них были няни и так далее. Если это люди небогатые, крестьяне, это, как правило, большой, огромный дом, двор закрытый. И бабушки, сестры и так далее, и так далее, и так далее. Дедушки, они занимались воспитанием детей. Матери нужно было вскорнивать его грудью до какого-то времени и рожать новую практически все, что она делала. Ну и пока молодая, там, трудится во дворе скотину, там, накормить и так далее, и так далее. То есть она отвлекалась от этого. И воспитанием занимались дедушки и бабушки. Во-первых, они уже умнее, чем эти молодые. Это важно. Во-вторых, у них было как бы больше терпения и больше вот этой спокойной любви. Мудрости. Мудрости, спокойной любви, да. А мамочки и папочки, они занимались тем, что рожали. И она не ощущала вот этой нагрузки, что на ее плечах там пятеро детей, и всех она одна, и всех должна покормить, а дети обуть. Конечно, можно сойти с ума. Если сейчас мы вернем то же самое, поверьте, плодиться будут так же. Вот честно. Нас все время как-то, знаете, вот славянофилы, славянофилы, да, вот те, которые вот прям за славянство, мы все, они все время нас осуждают, женщин, за то, что вот у меня два ребенка, я же вообще практически не выполнила план, понимаете. У меня всего два ребенка. И поверьте, даже эти два ребенка мне дались очень-очень сложно, потому что на тебе сразу огромная ответственность. Да, и помощи никакой. И помощи никакой. И начинается помощь от государства, а садики, да нафиг эти садики не нужны, понимаете. В садиках только одна зараза. И дитё раньше времени учится матом, раньше времени учится не уважать других детей. Вот это вот, знаете, девочки с мальчиками. Я за раздельные детские садики, мальчики отдельно, девочки отдельно. За раздельные школы, где девочки отдельно, мальчики отдельно. Это вот факт. Вот хотя бы вот эти вот сделать три варианта, вернуть воспитание дедушек и бабушек общую большую семью и сделать раздельное обучение, и вы посмотрите, через какое-то время, это всего лишь поколение 12-15 лет, вы получите совсем других людей. Матушка Мокош, обережные берега, Матушка Мокош, светлая рода река, под лебеди я береги Россию. И красу земли святые, Родину славную мою, Мокоши ладилад у лад, Мокоши ладилад у лад, Мокоши ладилад у лад, Мокоши ладилад у лад. Люди золотые, по реке изначально идут полные силы. Светлые дубра вырастут, древние корни, Обережь и вратников динавы, чуры, Стражи крутых берегов. Покажи, лад, и лад, и лад, и лад. Матушка-мокаш Да, нужно еще понимать, что будущее девушки Бабушки, это мы с тобой Мы бабушки, да, и наши супруги Они наши мужья Наши мужья, они будущие дедушки Наверное, от нас с тобой зависит то, какие условия будут расти наши внуки Наши дети, как смогут На нас возложить все тяготы Воспитания Ведь очень легко кого-то обвинить в том, что Они нам не помогают, да, действительно, я постоянно думаю Почему мне никто не помогает с детьми, я так нуждаюсь в помощи И действительно, я в ней нуждаюсь Когда смотрю, что нынешние бабушки Они думают о себе Они занимаются путешествиями Они зарабатывают деньги Они живут светской жизнью Потому что они все еще молодые И хотят вкусить по максимуму Но я понимаю, что Вот, я сейчас выращу своих детей И наконец-то я смогу попутешествовать Я понимаю, что девочки Они тоже захотят выйти замуж И родить детей И на мне вот эта огромная-огромная Такая возложена Ответственность за то, как будут расти мои внуки И получается, вся моя жизнь будет посвящена тому, чтобы я вырастила детей без помощи А потом помогать внукам Конечно, я понимаю, что это правильно С одной стороны, иногда становится очень грустно Потому что, по сути, мы всю свою жизнь на это посвящаем Всю свою жизнь должна угостить Но опять это Опять выбор Хочешь ты посвятить этому жизнь Это надо думать сначала Когда ты заводишь семью Да Вот очень важно С самого начала Девочки Обязательно думайте своей головой Что вы хотите в этой жизни Конечно, ваша биология, физика, химия Она вам скажет Семью хочу Детей, мужа, борщи Но кроме этого Мир огромен Кроме этого Мы живем немножечко в другое время И немножечко в другом, так скажем, даже измерении Мы другой эры люди Вот про эту эру, я думаю, мы сейчас с тобой и поговорили Рода едино поведаю я Что сотворил мирозданье Или небесный и дом наш земной Волю нам дал и познанье В виках все Божья Себя воплотив В сварке святой пребывая Души людские В тела повестив В круге земном Замытое 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 Итак, что у нас за эра Водолея такая? Да, да? Вот очень много об этом говорят, что это эра Руси, что это возрождение нашей Руси-матушки. Ну, в глобальном смысле хорошо, А в глобальном смысле, что такое гороскопический водолей? За что он отвечает? Он отвечает за свободу. Это тогда, когда ты уже свободен от эры рыб, которая перед этим была. Хорошо, что такое эра рыб? Это жертвенность. Вот та самая жертвенность, о которой мы говорили. Эра рыб – это покладистость, смирение. Это эра, когда приходят учителя, которые нас учат жить не ради себя, забыть о себе, раствориться в других. Хорошо эру рыб символизирует мать Тереза. Вот абсолютно она вписывается в эту эру. И христианство тоже. Иисус, хотел сказать, как он альтруистически отдал себя во имя других. Да. Но сейчас немножечко другая эра. Соответственно, если эра у нас другая, так же космично меняться и нам самим. Понимаете? А мы настолько... Кости у нас такие жесткие. Мы такие негибкие. Мы вот как нам внушили там что-то или к что нам удобно. Вот мужчинам, им очень удобно, чтобы женщина была покладистая, мягкая, все прощала, сидела дома, рожала детей, варила борщи. Это же очень удобная позиция. Ну вот я хочу сказать один пример. Вот есть у меня очень прекрасный, замечательный друг. У него трое детей. Он очень мягкий. Он очень нежный. Он обожает свою жену. Он понимает, что женщина – это богиня. И неспроста ее силу психическую сдерживали столько веков для того, чтобы не давать вот этой силе, можно сказать, не то что управлять миром, но разрушить мир в понимании мужчин. Но что я могу сказать? Вот этого удивительного мужчину не совсем любит его жена. Он для нее слишком мягкий и покладистый. И где же здесь тогда найти золотую середину, чтобы мужчина был не слишком мягкий и покладистый, но одновременно не был узурпатором, чтобы он не был тираном? Как понять эту золотую середину? Потому что выходим замуж мы за одних, а в процессе жизни мы, притираясь друг от друга, трансформируясь, получаем совершенно немножко другого человека. И понимаем, когда сравниваем, что не всегда трансформация бывает успешной. Хорошо, я поняла твой вопрос. И он прекрасен, потому что и этот человек, по всей видимости, прекрасен. Потому что он как раз-таки влился в эру водолея. Что такое эра водолея? Это еще. Нам дают возможность, нам, женщинам, почувствовать мужскую энергетику. Это не значит, что мы сейчас влезли в штаны и сели за танк. Это значит, мы немножко понимать начинаем мужчин, такими, какие они есть, внутренне. А мужчины, наоборот, понимают, что такое женская мягкость. Потому что эра водолея, это внимание, в хорошем понимании, это бисексуальность. Вот на энергетическом плане мужчина и женщина становятся равны. Это как те самые мудрые старцы, в которых есть и женское, и мужское в полной мере. Гармония. Гармония. Вот что такое эра водолея. Не надо путать это с какими-то развратными действиями. На физическом уровне бисексуализм. Я не беру этого. Я беру это вот на энергетическом уровне. Это очень важно. Потому что это мало кто об этом говорит. Мы все время, одни цепляются за тестостерон, а другие за длинные юбки. Это прекрасно. И одно, и другое. Но вот здесь вот, вот здесь вот, понимаете, надо понять, что мужчины – это не только тестостерон и куча денег. А женщины – это не только длинная юбка, большой живот, вечно беременная, вечно несчастная, в сопляхся, ждет мужа с работы, где он выводит. Еще мне нравится, знаете, позиция такая вот мужская, отличная позиция. Ты, говорит, дорогая, не путай. Когда изменяю я, мы с тобой имеем, значит, всех этих женщин. А вот когда изменяешь ты, имеют меня. Есть такой, да, анекдот. Вот, я его мягко так рассказала. Ну, это же, это же так и есть, да, вот, по сути, мужчины пользуются именно вот этим утверждением. Да ничего подобного. Как женщина, которая изменяет там своему мужу, значит, ей элементарно чего-то в жизни недостаточно именно с ним, и давайте разберемся сначала, чего недостаточно. Так и мужчина, если куда-то пошел, ему чего-то недостаточно, садитесь и разговаривайте. Вот смотрите, нам хороший предмет дали, такой вот язык. С одной стороны, очень сложный, потому что если бы мы головой друг друга понимали, ну, я имею в виду без слов, было бы гораздо проще. Но читали бы все мысли, и это было бы ужасно, мы бы сошли с ума от собственных ужасных мыслей, а тем более от мыслей чужих. Мы бы друг друга шарухались. Поэтому, наверное, все-таки избрали такую меру наказания, как язык. Вот, поэтому садитесь и разговаривайте. Сразу у меня возникает такая мысль. Сейчас очень много людей говорят о телегонии. И то, что они говорят, это, по сути, все очень верно, все очень правильно. Но какая позиция заставляет задуматься о том, что же здесь не так? Можно я, можно я, можно я. Можно я подскажу твой слог, да? И, собственно, речь о чем? Мужчины говорят, что телегония предается только по женской линии. Если женщина ходит, занимается непристойными вещами, это на весь род записывается. А если мужчина шарахается непонятно, где и с кем, это нормально. То есть ничего не перенесется, все будет как нужно. Но я хочу вам сказать, что есть законы Рита, где написано, что не только женщина накапливает в себе опыт предыдущих партнеров, но и мужчина также в себе несет вот эту чистоту крови, которую можно нарушить, вводя в взаимодействие с другим человеком, ну, женщиной. И неспроста на Руси вообще, возможно, в других цивилизациях берегли детственность, особенно детственность первой девочки в роду. Вот когда девочка была особенно первой, потому что в ней концентрировалась вся сила рода. И эту силу рода жрецы использовали во время магических обрядов, когда войско уходило очень далеко. И кровь этих девочек, ну, как я понимаю, брали ее определенным образом. Девочки со всего поселения становились в круг и создавали магический обряд. И таким образом они были способны защитить это войско, которое шло от их поселения к врагу, защищать их границы. И о чем я хочу сказать? Беречь детственность и чистоту нужно всем. Нужно мужчинам и женщинам. Потому что если вы хотите найти себе чистую девочку, вы в первую очередь должны быть так же чисты, чтобы не нанести на эту девочку весь отпечаток всех тех женщин, которые были с вами в постели. Непонятно происхождение, неизвестно, где они ходили, бродили. И эта ответственность должна ложиться на плечи мужчины, который берет замуж девушку, и родители девушки, чтобы они смотрели, кто же записываются к ним будущие родственники. Ты так права. Вообще вот ты очень права. Очень хорошо сейчас сказала про мужчин, про ответственность. А я хочу здесь добавить с точки зрения не только энергетической, но и психической энергии. Смотрите, женщина психическая энергия, которая гораздо сильнее, чем энергия мужчины, но об этом знают все, об этом не надо говорить, да, может выдержать, кстати, вот какие-то передрязги в семейной жизни. Мужчина, когда встречается с разными женщинами, меняет их постоянно, они мужчину, знаете, что делают? Изнашивают. Ломают. Мужчина ломается. И потом уже вот этот сломанный, переломанный мужчина, он достается там, вот той, не знаю, 10-й или 15-й девушке. Девственнице. Девственнице. И представьте, что Еди, она со своей психической энергией справится. Но зачем? Мужчины гораздо быстрее, не то что изнашиваются, а они гораздо быстрее сдаются, когда у них возникают психического уровня проблемы и трудности с партнершей, понимаете? А женщина, она умеет, как Ивушка, где-то прогнуться, где-то выправиться. А мужчина, он как дуб, вот вы урас и переломили. Несчастная любовь, предательство. Это всё ломает мужчину гораздо сильнее, чем женщину. Здесь мне хотелось бы, конечно, в защиту мужчин попросить наших богинюшек, женщин не быть, знаете, сильно резкими с ними. Потому что всё-таки мы ещё не воспитали то поколение мужчин, которое выдержало вот этот сильный психический натиск женщины. Понимаете? Поэтому то, что касается мужчин, чисто с психической точки зрения, им ещё вреднее, как ты сказала, шарахаться по женщинам. Но по поводу телегонии, слушайте, ну я же тоже мамка, у меня два мужа. Ну, я имею в виду один, а потом второй. И двое деток от разных мужей. Я вам скажу так, не верю я в эту телегонию. Потому что первая дочка, она копия свой папа. Вот один в один. Даже не надо там брать какие-то там крови и так далее. А второй мальчишка, мой сын, копия свой папа. Так что программа, прежде всего в детях записывается программа истины и любви. Вот если дети зачаты в любви, вот эта программа и запишется. А если вы не любите своего мужчину, если вы его выбрали по параметрам хороший, добрый, ответственный, ещё какой-то, но искры вот этой божественной, вот этого огня, понимаете, каму, если оно сердце не горит. Понимаете, ещё наши бабки говорили, за милым замужем непросто, а за нелюбимым сгинешь. И что же тогда делать-то, если нелюбимым? Что же женщине делать? Вот сейчас очень много таких семей, и очень многие мучаются, потому что, понимаешь, телегония-то плохо. И мы сейчас никого не призываем никаким совершенно действием. Ну просто как мы, Руси, с этим обходились? Как оно было? Я знаю, что у тебя есть какой-то ответ, какую-то очень интересную тема, которую ты до сих пор не подняла, но я знаю, что... Ты про костёр? Или про костёр, да? Хорошо, расскажу. Вот место, где мы сейчас снимаем, это великолепное, божественное место, я считаю, музей Константина Васильева. И как-то, будучи здесь очередной раз в гостях или по каким-то делам, я не помню, я очень часто здесь бываю, так вот, ну, как бы совпала судьба, что одного дедушку перевозили и там с Урала на юг, или с юга на Урал, ну, в общем, проездом, и его детям захотели показать этот музей. Он старовер с бородушкой беленькой, такой вот, ну, небольшого росточка, очень интересный дедушка. И Анатолий Иванович говорит, Велеслав, пойди послушай, там интересно рассказывает. А его что-то спросили, как-то задели, и он начал рассказывать. И вот он интересно рассказал, что такое семья. Просто в нескольких словах. И как называли друг друга, да? Вот смотрите. Мужчина – это огонь. Женщина – это трава. Колодцем сложен, да, представили? И мужчина вдыхает, то есть зажигает вот этот вот костер. Почему жена? Вот мы сейчас говорим жена, правильно, жена. Правильно, жена, потому что он ее зажег. Жженная. Жженная. Потому что он ее сжигает. А когда он ее сжигает, ну это уже немножечко так интимная такая штучка, он ее когда сожжет, тогда она начинает что делать? Чадить. Чадить. Знаете выражение? Чадить. Когда от костра вот такие черненькие штучки с искорками выделяется? Это и есть детки. Чадо. Чадо. Отсюда и чадо. Понимаете? А муж, как же тогда правильно? Муж, он и есть муж. Муж. Я этимологию слов не люблю сейчас сравнивать, как делают это многие там, ну вот, ученые, потому что я, честно говоря, ни с одним из них не согласна. И кто-то прав, кто-то нет. Я даже влезать туда не буду. Но есть иногда очень интересные вот эти вот слова, как чадо, откуда появилось. Жена. Жена, женка в украинском, да. А что же дедушка-то еще говорил? Дедушка этот говорил, что прежде всего есть такое еще понятие, годен или нет жених. Годен или нет. Почему? Потому что год они должны просто проходить в женихах и невестах, при этом, ну, без всяких поцелуйчиков, зажимульчиков и так далее. Просто вот их обручают. Девочка приходит в семью мужчины, смотрит, как там мама, что делает там. Бывает на каких-то вечерах там вместе они собираются, семьи соединяются. За год можно много праздников вместе ответить, за год можно много что узнать о человеке. И спрашивают спустя год. Хочешь ли ты снова девкой, ну, идти замуж? Это простые люди, сразу говорю. Это простые люди. Это не высшие чины, где уже все прописано ради партии народа. Это не про то. Простые люди, которые могут себе позволить такую вещь, как выйти замуж или жениться по любви. И парня спрашивают. И еще один такой момент. Не загулял ли за это время парень-то год выдержал-то? Вот это вот его, как это называется, либидо вот его выдержало намерение жениться именно на этой девочке, значит, что через год он кто? Он годен. 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 Наверное, это уже очень хороший такой пример. Не то, что как выдавать наших девочек и мальчиков. Ну, хотя бы понятие. Вот смотрите, год. Вот сейчас вы скажите какой-нибудь паре, год мы с тобой встречаемся. Мы просто с тобой ходим в кино. Ты приходишь без поцелуев, без обнимашек, без ничего. Вот прям они скажут, да за год все пройдет. Вот и хорошо, что пройдет. А вот если не пройдет, тогда другое дело. Вот тогда представьте, сколько сразу на страстях отсеется мужиков и женщин, которые не подходят друг к другу. Да, они родил их мужей же. Все очень верно. Прекрасный пример. Она же там успокоится, вот эти страсти все успокоятся. Увидела на куполу, она увидела его. И он ее увидел. И тут же они там, значит, зачем? До следующей куполы? А ну-ка, давайте посмотрим, как это у вас. Уляжется там все? Останьтесь его так же целый год. Значит, твое. Значит, годен. Давай берем, муж хороший будет. Останется ли огонь между ними, да? Да, и огонь, да. Потому что никто никому, ничем не был обязан за это время. Но их уже как бы обручали. Хочу я каждый день и каждое наеме С тобой рядом быть, дарить свое тепло И пусть не остановишь времени теченье Я знаю точно, что с тобой мне поздно Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя Кружится голова Даром от от лета И ночью искрыта Красивый окон И мы уйдем от всех подальше до рассвета И мы уйдем от всех подальше до рассвета Там, где будем вместе только ты и я Я люблю тебя Я люблю тебя Я люблю тебя И будешь ты И будешь ты со мной рядом Я благодарен писал За все страдания Ты моя награда Ты моя награда И ты моя награда Ты моя награда Субтитры создавал DimaTorzok Ясно то, что я... Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Хорошо. Давай тогда будем подытожить нашу слоупередачу. Я считаю, она получилась очень хорошей и познавательной. И у меня к тебе просьба. Какие у тебя будут хорошие мысли для наших зрителей и слушателей? Как нужно правильно выдавать замуж наших детей, наших девочек, наших мальчиков? Что нужно делать для того, чтобы будущая семья стала крепкой и мы выбрали именно того нужного нам человека? Вы знаете, я не гуру какой-то, чтобы давать какие-то вот такие советы. Это скорее там Катарсунову, вот Иван Царевич, они с ума уже сошли и дают советы. Это честно. Я могу дать советы, исходя из своей личной жизни. Чего я сделала не так? Вернее так, что я сделала не так и что бы я могла поменять, чтобы моя жизнь немножечко по-другому сложилась. В общем-то я и довольна. Но, милые мои мужчины, дорогие, любимые и девочки, дорогие, любимые, ищите обязательно по интересам. Потому что закончится все. Страсть закончится. Так называемая ревность и вот это вот эти вот, что держит рядом где-то с койкой, все это закончится. Ну, два, ну, три максимум года, потом закончится. И если у вас не останется общего интереса, общего движения, допустим, вместе они любят делать то-то. Там, я не знаю, два кулинара. Или же это два художника. Или это два, или там люди вместе любят путешествовать, допустим. Или что-то делать вместе, понимаете, то, что сближает. То, что их в будущем сделает друзьями настоящими. Потому что наступит время, когда вы поймете, что вы в постели друг другу охладели. И в таком количестве, как в молодости там или как раньше, как сейчас говорят, секса не нужно. Хорошо. Ну, вместе телик посмотреть. Ну, посмотрели пару лет, скучно. Вместе, что еще там? Ну, детей, ну, детей. Ну, хорошо. А что? И вот обязательно факт, который еще сближает. Об этом нужно думать тогда, когда вы начинаете встречаться и над этим задуматься. И обязательно, конечно, ищите по себе. Там, сапог пару любит, да? Сапог любит пару. Одинаково. То есть, если вы понимаете, что вы финансово в среднем положении находитесь, не гонитесь за большим рублем. Потому что на вас всегда будет потом сверху муж вас смотреть, что он вас как бы это, как содержанку взял. Понимаете? Ничего не берите, не тащите мужчин никогда, не кормите и не поите. Знаете, мне мужчины, настоящие такие. Привет, Можайское общение. Олег. Вот он сказал очень интересное такое, ну, как это называется, пожелание. Да, я когда спрашивала на своей программе Древо жизни, кто виноват, кто прав. Мужчины у нас слабые или женщины у нас сильные. Он сказал, ну, конечно, мужики измельчали. Я обалдела, какой он умничка. Что это нам надо становиться сильней. Нам, мужчинам, нужно становиться сильней. Начинать с себя. Потому что если мы хотим слабых женщин рядом с собой, так мы должны сильными стать. Вот понимаете? Вот это сказал мужчина. Он и похож на него, понимаете? Во всех. И еще хочу передать привет нагинским мужичкам из общины, которые меня научили в свое время. Мне еще тогда был, наверное, тридцатник только. На одном празднике мы вместе находились. Они мне мудрость сказали свою, мужскую, настоящую. Делюсь с вами, девки. Значит так. Мужиков нельзя жалеть вообще. Ну, вот вообще их нельзя жалеть. Хочется иногда им помочь. Да, вот как-то. А вы себе раз, раз по рукам. И жалеете там внутри, сидите. А так вот, видишь, мучается, страдает. И пусть мучается, страдает. Он через те страдания и мучения мужиком станет. А начнешь, говорит, помогать ему. Сядем, говорит, вот сюда. Ножки свесим. И будем тобой крутить, как хотим. Муж, говорит, наглый. Вот такие мы, сволочи, говорит. Так что делай выводы, родная. Так мне сказали мужчины. Я благодарна. Потому что после этого я поняла, какую главную ошибку я сильная женщина Велеслава в понимании многих мужчин делала. Я их жалела. И как только я перестала жалеть мужчин, начало все потихонечку выравниваться. Понимаете? Вот иногда мужчин тоже нужно слушать. Среди них попадаются потрясающие умные персонажи, с которыми приятно поговорить и перенять опыт. Поэтому давайте так. Выбираем по себе. Думаем. Так вот. На будущее сразу. Хочешь ты с этим человеком состариться, идти за ручку с ним стареньким? Хочешь ты иметь... Еще очень большой фактор. Если женщина познакомилась с мужчиной и через, внимание, через неделю всего она поняла, что детей она от него не хочет, ничего из этих отношений не выйдет. Неделя. Неделя. Неделю женщине... Это мужчинам, кстати. Спросите свою девушку. Вот встречаетесь с ней? Ну, я имею в виду девушку уже, ну, хотя бы лет двадцать, чтоб ей было, что ли. Ну, не пятнадцать, понимаете? Вот. Вот встречаетесь вы с ней неделю. Вот у вас лямур такой вот. И на одном из свиданий скажет, любимая, родишь ли ты мне ребеночка? Она так... Когда? Ну, вот. Хочу, чтоб от тебя детей иметь. Вот если она скажет, рожу, значит, у нее искреннее чувство к мужчине. А если начнет хвостом вилять, ну, не знаю, мне сначала надо сделать там карьеру, там еще что-то. Динь-динь-динь-динь. Задумайтесь над этим. Ваша ли это женщина? Вот. Точно так же еще по поводу детей можно скажу. Девочки, те, кто говорит, а я для себя рожу. Дурна головушка. Никогда так не говорите. Особенно в присутствии мужчин. Мужчина должен попросить женщину, чтоб она родила ребенка. Понимаете? Мужчина должен сказать женщине, что я хочу воспитывать наших с тобой детей. Я хочу, чтобы ты родила мне сына и дочь. Я хочу воспитывать наших деток. А не женщина. Я хочу иметь от тебя ребенка. Боже, какой мужчина. Да? Вот не надо. Нужно дождаться, чтобы он сказал, что деток от тебя хочу. Ну, собственно, в этом-то вся и романтика. Угу. Да. Ну, вот чем смогла, тем поделилась. Не делайте вот каких-то вот этих глобальных ошибок, да. Не звоните там, если мужчина психанул, например, и вы знаете, что в общем-то и ничего такого не сделали. Ну, не звоните вы ему первой. Перепсихуется, позвонит сам. Мужчине просто больше времени нужно на все это переваривание. У него вообще, знаете, как старину люди говорили. Вот у тебя нервы, говорит, вот тонкие, как волос. А у мужика как коса. Понятно? Поэтому, когда мы вот так вот делаем, он еще даже не задумался, прав он или виноват. Умейте выжидать. Только спокойная, умеющая выждать время и выждать своего мужчину, женщина будет вознаграждена. Торопыхи и слишком сексуально такие, знаете, озабоченные, сексуально раскрепощенные, которые вот они сегодня с одним, завтра с другим, они будут опустошены. Понимаете? Они будут пусты. Ведь эта энергия, она тоже нам дается не бесконечно. Выпьют ее? Да, ее определенное количество. Вам просто радовать своего мужчину уже потом будет нечем. Своего. А когда-то вы его все равно встретите. Ну, на этом добром слове и с такими мудрыми пожеланиями мы с вами будем прощаться. С вами была Елова Стоянова и Велеслава. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok